Развитие информационных технологий. Участники программы «Кадры будущего для регионов» презентовали свои IT-проекты. Было 23 проекта. Сейчас на данный момент у нас в Межгородской области действует 12 проектов. То есть остались, еще раз повторю, лучшие из лучших, самые стойкие, я бы сказала. Они продолжают идти вперед, дальше и уже некоторым из них предложены рабочие места. И, честно вам скажу, даже высшие учебные заведения и школы стали смотреть на ребят по-другому. Потому что ребята открылись совершенно с другой стороны. Команда ребят от 14 до 18 лет под руководством наставников разработали полезные приложения и сайты. Например, одни могут подсказать жителям города, где находятся ближайшие точки сбора мусора. А другие – социализироваться людям с ограниченными возможностями здоровья. Мы заходим на сайт, видим кнопку на сайте социальной политики, потому что это должно быть официально все, чтобы люди доверяли нам. Заполняют анкету на помощь, например, даже пройтись с ними, прогуляться на какое-нибудь мероприятие. Мы прорабатываем эту анкету и находим человека, который может это сделать. То есть волонтеры. Будет создана группа волонтеров, которые будут учитывать помощь. Программа «Кадры будущего» реализуется в 23 регионах. По оценкам Агентства стратегических инициатив, ребята из столицы Приволжье находятся в тройке лидеров. По итогам, лучшим вручат поездку в лагерь «Артек» и другие награды. Валерия Стародумова, Время новостей.